Прекламента помню, что у вас есть 5 новых выступлений, и при этом у нас есть 2-м многие вопросы. Поэтому старайтесь уважиться в это время, рассказать про ваш проект, про вашу идею, ну и отразить все аспекты, которые нужны. Хочу вам представить экспертов. Кирилл Иванова Валерьевна, кандидатологический геологический геологический оценок в актуальной иностранной иностранной власти специальности СВФУ. Дальше у нас Борисова Ирина Федоровна. Кандидатологический геологический оценок в статистической специальности. Дмитрий Лугановича Николаевна – генеральный геологический геологический оценок в специальности. Кандидатологический геологический 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 оценок в акту gol, учительный геологический геологический и учитель за эти куб fulfillตures. Меня зовут Соколюцев Дмитрий Владимирович, я являюсь центральной патриотической индустрии «Малая академия nerd». Поэтому, в принципе, мы готовы начинать. И первый у нас сейчас идет Михаила Александрова Иринична. А готовится у нас. Всем добрый день. Меня зовут Михаила Александровична, и наш проект называется «Заработка положения медицинской дискуссии пути» и посвящена как раз изобразительному инструктуру. Спасибо. 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 Добрый день. Я Никонова Елизавета. Наставник всероссийской программы «Сириус Лето». В нашей проектной команде «Шестеро Школы». Школа номер пять города Якутска» мы активно в рамках проекта «Сириус Лето» изучаем и исследуем тему деструктивного поведения подростков в образовательной среде. Каждый школьник такую довольно широкую тему рассматривает со своей точки зрения, со своего узкого исследовательского интереса. И в рамках проекта «Сириус Лето» мы подали участие в всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы». И также ребята очень интересуются этой темой. Мы проводим предсветительские лекции по учащимся школам города Якутска. Рассказываем, что это такое, что из себя представляет «Сириус Лето», что такое деструктивное поведение. Также ребята проводят анкетирование, поскольку выявляется процент, каков процент тех, кто сталкивается с данной проблемой, кто не сталкивался еще с проблемой. И на сегодняшний день данная проблема является действительно актуальной, поскольку она может проходить с течением очень незаметно, и это может привести к пагубным различным результатам. Поэтому всем желаю хорошего настроения и определения для ребят для того, чтобы они в дальнейшем могли разрабатывать. Следующее. Помимо очных занятий, по нашей программе предусмотрены и дистанционные занятия на российских платформах Яндекс.Телемост и Сберджаз. Здесь у нас проводятся как семинарские, так и дистанционные занятия, и в этом плане ребята не сталкиваются с какими-либо техническими проблемами, так и организационными, так и технического плана. То есть у нас это как раз таки было во время карантина в школах города Якурска, и также эффективно у нас проходят занятия как в бочном, так и в дистанционном плане. Здесь показана работа наставника. Я проводила просветительскую лекцию школьникам 5-й школы города Якурска о всероссийском проекте «Сириус лета». И вы знаете, после этого ко мне подошли школьники, учащиеся, и уже просили записаться на следующий сезон. Вот так вот они заинтересовались программой. Я рассказала о перспективах участия, что это им может давать в будущем, какие есть перспективы и плюсы. Далее. И занятия по проекту. Здесь мы занимаемся в кабинете психолога. У нас здесь идет мозговой шторм и ролевая игра, посвященная теме деструктивного поведения. Вообще у нас по плану предусмотрены также и дебаты, проведение дебатов на теме деструктивного поведения. Вообще у нас ребята очень успешные. Они и олимпиадники, и всероссийские, и при этом они активные дебатеры. Вот. На этом все. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые эксперты, пожалуйста, вопросы. Александр Петрович, у вас? Вопросы экспертов все равно не отличные. Спасибо большое. Желаем удачи. Следующие участники. Еще раз добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Елена Анжелика Артемовна. Я субтитра Курокоса на госпитале юридического факультета СОУФО. Также мы иночным нападителем по данным проекту. Я даю сорянность интервью Дорфьевна, кандидата в деструктивное поведение. Тима молодая, которая называется, ответственная родительство, представление детей. Мы, собственно, работаем человеком. Следующий, пожалуйста. Так, снижение проектных команд. Здесь отмечу то, что у меня пять участников. Это Никировая Алена Борисовна, Костяков Испан Степановича, Кудова Виктория Анатольевна, Кабановская Анатольевна и Никира Корчелевна Юрьевич. С данными участниками проекта изучали нормативно-правые акты, рассмотрение поиск научно-экспрессионной информации, по дальнейшей проектной работе школьников и тема, адресной родительства представления детей. Было сделано формулирование цели работы, планирование результатов, которые нужно решить при ее достижении. Также участниками являются учащиеся десятки единственных классов разных улсов и районов. Так, единение школьников в проекте отмечу то, что стоит отметить, что непосредственно сама тема родительства в родительстве актуальна, и поэтому школьники не проявляют свою активную деятельность на наших данных встречах, которые проводятся через систему Zoom, Google Meet. Также я провожу для них консультации, проводятся лекции по данной теме. Проведение социологических опросов в том, что есть фокус в группах, это родители детей, подготовка медицинских консистентов изъяснений. И также делаем некоторые помятки для детей и родителей. Ну, также еще мы составляем презентацию, доклады, участие в организационной мероприятии и спикарализации данного проекта. Ну, и само, получается, активное участие в работе данных детей. Следующее. Так, участие в конференции. В начале ноября я с проектной команды ученицы 10-го класса стал победителем в следующей практической конференции молодой исследователь «Вопрос образования имени Данилова», где заняла почетное первое место по теме, то есть на родительские представления детей, ну, нашего проекта. Далее, участник нашей проектной команды, заняла глубокое осуществление повышения знаний по данной теме и проявляя свою активную заинтересованность и деятельность, участвовал в школьном этапе научной практической конференции «Шаг в будущем», где занял третье место. Также был участие в художественных учреждениях в школьной секции. Там они, получается, просто подали заявку. И стоит отметить, что все участники проектной работы были заинтересованы в данном проекте, проявляли активность и заинтересованность. И среди них отмечу то, что в нашей проектной команды есть участники, если вы на следующей конференции, то, что могли следовать имени Ларенова, то есть, как бы, интеграторами. Далее. И работа с научными консультантами. Контакт с научными консультантами для помощи школьников в дальнейшей перспективу было заранее заразработан. Также мы проводили некоторые встречи с организациями и физическим составом школьников. Также было вложено действие не только с научными консультантами и с научными консультантами, но и с прокурателем и с университетом. Благодаря их научному опыту, поддержке, советам и решению сложных проблем, были проведены такие конструктивные встречи через систему УРЗУ. Финальный слайд. Здесь следует, что участие в конференциях и конкурсах было их три. Сельско-научно-практическая конференция, которая была проведена в неябре. Школьный этап, наша практическая конференция, шаг в будущее, участие в художественных учреждениях и жидканский этап в Никеях Артубин. Также приложение, получается, где он ставил диплом и фото участников. Далее. Также фото школьника, сертификат, утверждающий данные или следующие данные. Здесь также испугать следующую конференцию, по-моему, смог расследовать. У меня все. Ваши дальнейшие тоже планы. Следующий шаг. Ну, получается, проведение вселенных консультаций. Также мы подали заявку на большие вызовы. Ну, вот и в дальнейшем уже не действующие данных проектов. Ну, мы рассмотрели, да, мы подавали, вот смотрели, такие конкурсы, как интеграция через заученные участия. Ну, вот так, еще будем дальше рассмотреть и изучать. Спасибо. Дальше. Всем здравствуйте. Получается, меня зовут Требоденко Руслан. Я наставник команды по исследованию применения процедурной генерации либо 3D-моделей и нейросетей при создании 3D-объектов ПО Blender. Ну, вообще, наша команда состоит из 4 учеников имени Ана. При том, Ревен Томи учится в 8-м классе в школе личности, в частной школе личности, и имеет много достижений в области робототехники. Никоноров Вадим ученик 10-го класса физико-технического направления Сунци. Бетюнский Максим находится в том же классе и Живков Александр. Все они примерно имеют одинаковый уровень. Я на прибору работаю над проектом с ними вместе, решаю проблемы. Вообще, наш проект состоит в том, чтобы как-то создавать 3D-объекты, не прибегая к ручному моделированию. Есть множество решений, и у нас уже есть некоторые результаты. Сейчас у нас есть следующие средства коммуникации. Мы встречаемся в очном режиме, в очных встречах, общаемся ежедневно в Дискорде, в WhatsApp мы переписываемся, если нужно что-то срочно решить. В общем, это все нам помогает. И, конечно, мы организовываем работу, работы команды в Агитхабе. Ну, в основном, это вот, конечно. Используем мы следующие инструменты. Все инструменты я обучаю ученикам по большей части на самих встречах. Притом тут важно отметить, не носить Point3 и, конечно, сам Blender. Так, и сейчас у нас есть код, который лежит в нашем репозитории, который взаимодействует с готовой нейросетью Point3. Это нейросеть от OpenAI, которая создает, получается, массив точек, которые имеют под собой ну, какую-то логическую построенную модель. Она состоит в том, что сама нейросетка просто генетрирует точек, исходя из запроса. Притом из определенного благоточа. Сейчас у нас в Google коллабе, вот можно тут по ссылке пройти, если потом вам вам реапрезентацию, и там можно будет вынести эту 3D-модель, которую я создала Point3 в сам Blender. Ну, таким образом как-то фактизировать работу. Вообще, план поведения работ у нас и что мы сделали состоит в следующем. В октябре мы познакомились и собрались, и в конце уже начали работать над командой. Постановились и цели, и задачи. В наиболее, вот, я начал обучать азанк Пайтона и немного машинного обучения, потому что тут важно. Я... Мы вместе с командой пишем о том, как поменять вот нейросети для создания вот 3D-объектов, либо какие-то соцсетства используют для этого. В конце, в конце ДКБ мы по большей части обновляли теоретическую часть документацию, у нас на выходе мы получили один документ. Может быть, будет какая-то программа. Так. Ну, работал с научными консультантами в области оформления оформления самого оформления и подготовки научной статьи. Мы сейчас подготовим научную статью для публикации. Это как раз таки она связана с вот этим кодом. Как это как это инициализировать, как начать и... ну... в общем по теме Point 3 у нас будет. Так. Научным консультантом у нас у меня выступает Василий Константинович. Так. И на этом все. Тут есть мои контакты. А почему не на Point 3 выставляет? Point 3 он не является конечно... Можете вопрос вы как-то давайте почему не на Point 3 какие еще модели остальные? Так. Во-первых, Point 3 является конечным инструментом. Он является одним из инструментов, которые могут решать эти проблемы. Еще можно создавать самому в Миросети, но там требуются большие модели и обученные модели. Ну... обученные. Другие модели в основном являются итерацией самого Point 3 и... И чаще всего там просто предлагаются определенные сервисы. Это напрямую сама геросетка. А сейчас линии проекта как часто встречаетесь? Или встречаетесь линии офлайн? Лично? Да. Офлайн мы встречаемся. У нас были две офлайн-стречи вот за первый за первый пахал получается. Но в основном мы встречаемся конечно в Дискорде. Это удобнее. Мы работаем на оборудовании ну... работаем на компьютерах и так легче работать. мы встречаемся в кафе встречаемся в учебных корпусах ну встречались и еще представители очные встречи у нас. А школьники с чем занимаются? У них есть... В общем я обычно беру их по написанию определенной документации допустим по Комент-Т я там одного назначил школьника по и вот по следующему инструментарию я тоже назначу следующего школьника ну тут очень у нас гибко все будет в основном они выполняют одни и те же задачи в конференциях мы не участвовали пока что мы планируем научные статьи по большей части писать вот сейчас готовимся вообще не планируете ну на этом нужно определенное количество пока не планируем у меня там отдельно два школьника участвовали но они не были связаны этой темой спасибо всем добрый день меня зовут Архипова Людмила и проектом нашей команды является создание моментового предложения Малерия Якутия главной целью у нас является то что мы изучаем краеведение будем изучать краеведение истории родного края а именно республики Саха Якутия в рамках этого предложения помимо этого у нас подразумеваются также элементы изучения английского языка а также якутского внутри этого предложения довольно такая сложная задача предстояла перед моими ребятами поскольку у них не было опыта участия в хакатонах а также связи с программированием и тому прочее у меня тоже самое потому что я с вами являюсь студентом пятого курса института зарубежной филологии тем не менее мы проделали хорошую работу на наш взгляд все шестеро участников продолжают работать над данным проектом то есть все они сохранились как мы только в ноябре собрались все до сих пор активно принимают участие имена моих участия вы можете увидеть на экранах также мы проводим каждые две недели одноразовое очное занятие конечно это по возможности сложность в данном случае заключается в том что мы все в разных локациях так сказать в одном лусе но в разных районах я сама живу в Якутске мои две девочки в Покровске а мои четверо в актерсах то есть это один и тот же лус поэтому мы стараемся все встречаться в актерской школе в актерской средней школе раз, два, две недели здесь какая сложность именно в организации в транспорте мои школьники они испытывают ну какие-то финансовые тоже потери то есть мы на такси каждый раз едем но тем не менее пока возражений со стороны родителей из медицины не было в том числе мы проводим каждую неделю онлайн занятия по Zoom встречаются в основном либо же по Zoom здесь следующая еще одна сложность именно то что упоминалось ранее по программированию у нас пока нет опыта ни у меня ни у моих детей поэтому мы сейчас в процессе поиска волонтера программиста который помог бы нам подсказать какие-нибудь основные моменты по созданию самого приложения и на этой основе мы старались сделать максимально простенькое приложение макет которого я покажу на следующем сайте и планы это то, что я бы уже сказала разработать мини-игры по изучению английского языка и участие в конкуренциях и публикации статьи пожалуйста дальше сейчас перед вами появится макет приложения которые мои ребята с вами разработали помимо этого стоит отметить что за три месяца мы проделали огромные работы потому что я как наставник так же мои дети они познакомились с этим проектом буквально в ноябре в начале и за три месяца мы успели сгенерировать идею сделать научные публикации поучаствовать в конференциях помимо этого также разработать макет макет приложения итак таким образом у нас будет приложение мы будем основываться на QR-кодах потому что это на наш взгляд не экспертный но наиболее легкий вариант внедрения приложения помимо локации мы будем также включать мини-игры по изучению английского архива и языка хорошо пожалуйста дальше участие в конференциях за три месяца мы успели поучаствовать в муниципальном этапе шагов в будущее из двух представленных работ одна девочка заняла первое место диплом первой степени в муниципальном этапе шагов в будущее прошла на республиканский этап региональный но пройдя стендовую защиту у нас результат пока только участие помимо этого мы принимали участие онлайн международной конференции который прошел в Казахстане а по итогам этой конференции у нас две публикации в которых включены в сборник хорошо пожалуйста дальше вот такие индикаторы точные наименования конференции и какие результаты у нас есть помимо этого мы буквально вчера подали заявку не на большие вызовы а на международную конференцию учащихся сейчас точно скажу научно-творческий форум вчера как раз таки подали две работы и наши работы были приняты результаты пока ожидаем пожалуйста можно дальше и вот подтверждающие документы наш научный консультант это Алена Едмагиевна мы с ней очень тесно контактируем она присылает все идеи где мы можем принимать участие облегчая нашу работу а дальше сейчас мы занимаемся совместным поиском наставника который помог бы нам по программированию на этом у меня все спасибо большое за внимание спасибо расскажите немного про функционал и кто чем занимается хорошо можно пожалуйста на первый слайд сейчас у нас в команде один мальчик и первичка мальчик у нас как мальчик поэтому мы ему дали задание по технической части хотя он сам в этой части не совсем разбирается но тем не менее пытается разобраться то есть он как раз таки помогал нам в разработке именно интерфейса вообще представление как это приложение может выглядеть в таком самом легком образе затем Диана и Луба они занимаются именно по разработке мембитра по английскому языку как раз таки они участвовали в всех этих конференциях первая статья у нас называется разработка изучения английского языка через рисование вторая статья у нас разработка упражнений по мембитой по изучению английского языка затем девочки Маляка Алина Настя они занимаются сборами информации по достопримечательностям то есть у нас предложение в целом можно пожалуйста второй слайд предложение в целом у нас такая идея в городе вопрос мы хотим начать потому что это наш конкуратский пуск и начать с вала так сказать мы хотим развесить на достопримечательности QR-код и как раз как и создать предложение по считыванию этих QR-кодов помимо имени например на достопримечательности на памятники они с помощью этого QR-кода будут изучать историю этого человека его достижения и будут вклад в позиции нашей республики Саха-Якутия помимо этого мы добавили мембитры так как это у нас было техническое задание по проекту то есть эти игры будут у вас у нас игры и тексты будут на английском и якутском или по-какой жесткий ага эти игры у нас будут на английском и некоторые на якутском пока по части якутского языка мы не разрабатывали но мы планируем а также мы планируем запустить пробную вечность предложения 15 апреля 15 апреля как раз таки перед защитной и долгой потому что нам потребуется все-таки больше времени на разработку даже пробной версии без опыта работы и знаний и сейчас мы чтобы прямо вплавную проработать февраль март и середину апреля мы ищем нашего программиста ищите не нашли пока еще не нашли но все проинформированы нарушен результат дети и мы всеми силами ищем ну и надо отрабатывать трудность тогда главная трудность понятно спасибо слушай и нашим научным сотрудникам лаборатории полимерника ЗЕВРО СУЛЬФУ. Занятия у нас проводятся в неделю в два раза, и до Нового года мы пройдем в какие-то работы, как изучили основные понятия полимеров, ознакомились с характеристиками ПТФ, и также проводились индивидуальные занятия с участниками всех проектных названий. После Нового года мы исследовали обосток на физико-механические и гипотехнические свойства, также научились обрабатывать результаты в АКСЕМ методов статической обработки. Планируем провести структурное исследование методов ДСК, СЭП и экоскопертероскопии. Далее планируем участвовать в подтвердить их большие вызовы химии, химической технологии и УДСК. За весь период наше обучение мы столкнулись с такими трудностями, нам обнаружили график обучения школьников, и из-за карантина обучение у нас проводились дистанционно. В конференции за украинские чтения САП получила рекомендацию на конференции «Шаг в будущее», и чтение на конференции «Новый материал-технологий» быстро Алина также получила рекомендацию «Шаг в будущее», и «Обернайм-конференции за украинские чтения САП». Также у нас есть две публикации, с двух публикаций «Новый материал-технологий», подтверждающиеся документы и… «Еще раз название фото». Название темы? Название темы? Проекта. Проекта «Жегонародной и Мощной конференции в «Малый материал-технологий» с «Бойк-Артинг». Вашего проекта? Разработка предметов с «Обернайм-конференцией» с «Бойк-Артингом». Вы с Арктуром получаются антаричные вместе для работы? Может быть. С Арктуром вообще вместе, получается, с «Бойк-Артингом» в «Малый материал-технологий». Нет. У нас просто подлесения являются… У меня есть какие-то… У меня есть какая-то фото поближе? Слышали? Да. Ну, у нас на полоте не является разным, поэтому у вас проводится разным, то есть я не могу дальше идти и совместиться с футболами власти. Да, конечно, будут, а в плане исследовать структурные исследования, так как ДСК и косметки СТР. Также на электронном микроскопе. По публикации, еще раз можете сказать, у нас областного это два публикации, да? Да, две публикации, по дейзису «Саружа в будущее», «Новый материал в слое Арктики». Хорошо, спасибо. А чем отличается то, что его на борту, Антон Ильич, докладов? Ну, отличие прочее, у нас разные наполнители, то есть каждый наш учитель в школе работает со своими наполнителями, что мы планируем провести структурные исследования ДСК. А то, что вы показали сейчас в дипломах, это ваши или заместные? Нет, это разные, это в школе. Разные школьники? Школьники разные, это разные школы. Да, именно. Именно это ваши школьники? Да, честное школьники. Спасибо. Спасибо.